Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Буцловской на этот раз особенное. Впервые оно проходит под эгидой ЮНЕСКО. В ноябре прошлого года фестиваль был внесен в список нематериального культурного наследия человечества. Возможно, поэтому нынешний праздник собрал на территории римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Древнем Буцлове десяток тысяч паломников из самых разных уголков Белоруссии, также из близкого и далекого зарубежья. Многие преодолели сотни километров пешком. Мы из Лиды, мы из парафии Лидафара шли, мы все вместе дружно 9 дней, 250 километров. Каждый день мы проходили разные расстояния, нам было трудно, тяжело, но мы молились и с Божьей помощью у нас и получилось. Это сплочает всех людей, от этого они становятся... У них есть одна общая цель, они все связаны одним единым счастьем, и это помогает им действительно сплотиться, идти по жизни круто очень. Традиции почти 30 лет. Отправляясь в Буцлов, каждый из пилигримов, именно так называют тех, кто пешком преодолевают большое расстояние ради того, чтобы поклониться чудотворной иконе, определяет для себя цель и просьбу, с которой идет к Матери Божьей Буцловской. О ней не принято говорить, но у каждого она есть. Ради нее и делается жертва – преодоление немалого расстояния пешком, а время в пути предназначено для размышления о жизни. К небу! К небу! Настанет день! Настанет день! Мы вышли в воскресенье, пришли сегодня в пятницу. Мы идем со Смаргони, идем в Буцлов, и у нас молодежная, как видите, молодежная, сильная пилигримка. Мы делимся той любовью, которой подарил, поделился все с нами Иисус, с другими на нашем пути. Говорю за себя, но во время этой пилигримки просто идут с большим доверием к Богу, что Он даст всю благодать и на русском языке, кажется, ласку. Путь пилигримов заканчивается возле иконы покровительницы Беларуси. Каждый пилигрим должен преклониться перед ее образом. Чтобы Богородицу услышала и помогла в здоровье и семье в разных делах, от ворот костела до алтаря к ней идут на коленях. В огромной очереди, которая заканчивалась в парке перед костелом, стояли и совсем маленькие верующие и старики. В программе праздника прошли также богослужения, молодежные встречи, презентации христианской литературы и духовные консультации для семьи. Нынешний Буцловский форум проходил под знаком семьи. Впрочем, весь 2019 год в белорусском католическом календаре обозначен как год семейных ценностей. Наша пилигримка была вельми молодой. Это абсолютно не туристичный поход. Это час духовных практикований. Молодцы могли выплюснуть свои эмоции. Для того, что есть радостные спевы, есть некие мероприемства, даже спортивные, которые у них хапают силы. Но, конечно, на первое место мы ставим духовный хлеб. Это наше будущее, это наши будущие семьи, которых мы выхиваем сегодня, но такое будет наше завтра. Эти три дня у нас каждый день была определенная тема под основным девизом. Вот. И мы каждый день какие-то знания получали про семью. Мы даже многому научились. Ну, хоть у нас еще есть семьи, в которых мы родились. Хотя у нас своих семей еще нет, но у нас уже опыт есть. Ну, то есть уже есть определенное знание. На чем, на каком фудаменте строить свою семью. Торжества продлились два дня. Кульминацией праздника стала ночная процессия со свечами во главе с иконой Божьей Матери Буцловской. Субтитры создавал DimaTorzok